Всем привет! Мы Вадим и Олеся, а это наш дом, полный обзор которого вы увидите в этом видео. Этот дом мы построили по нашему собственному проекту, точнее по проекту Олеськи. И здесь мы реализовали очень много наших желаний, которые мы копили долгими годами, когда мечтали о своем собственном доме. И он был спроектирован так, чтобы здесь было комфортно жить нашей семье. Двум взрослым, двум детям и большой белой собаке. Котам здесь точно будет комфортно. И с самого начала строительства мы снимали историю про то, как мы воплощаем в жизнь этот дом. Получилось что-то вроде сериала, все серии которого вы можете посмотреть на этом канале. Там мы уже освещали очень многие моменты. Но это видео это полный обзор интерьера, экстерьера, концепции всего дома и почему он именно такой. Поэтому добро пожаловать в наш Кей дом. Погнали! Обычно, когда появляется желание или решение строить дом, то первым делом ты пытаешься понять, какой дом ты хочешь. Ищешь проект. Собственно, мы делали то же самое. Но пересмотрев просто миллион проектов, пересмотрев, наверное, весь Пинтерест, мы поняли, что только индивидуальное проектирование – это наш путь. К тому же у нас было очень много запросов, очень много таких пожеланий, которые точно не воплотил бы никакой стандартный проект. Мы хотели очень построить дом с такой архетипичной формой. И мы были вдохновлены нашими путешествиями скандинавской архитектурой, исландской в большой степени, американскими сараями. Ну и таким образом мы решили строить барнхаус. Наш дом построен по каркасной технологии и большей частью он собран на предприятии. Уже готовые стены были привезены сюда, и здесь уже произошла сборка дома. Но важно уточнить, это не СИП-панели и не какие-нибудь там еще панели. Нет, это ничего подобного. Это конкретно каркасный дом. Деревянный каркас, каменная вата, обшита с двух сторон плитами ЦСП и снаружи вентфасад. Наш фасад из двух видов материала. Это металл и дерево. Но еще в нашем доме очень много стекла. Примерно 100 квадратных метров занимает только остекление. Вообще в Беларуси было немного производителей, которые могли решить такую архитектурную задачу. Это большой витраж, семь с половиной метров в коньке и семь с половиной метров по ширине. Но мы обратились к местному производителю и вроде бы все получилось. Этот витраж выполнен из алюминия и в принципе все остальные окна у нас тоже алюминиевые. Из других материалов это было просто очень сложно выполнить или даже, наверное, невозможно. Хотя нам предлагали сделать из дерева, но это было в три раза дороже и неизвестно, как бы это себя повело, потому что все-таки размеры внушительные. Стекло выполнено с мультифункциональным покрытием от ультрафиолета и это двухкамерный стеклопакет. И многие конечно сразу напишут, что мы здесь наверное мерзнем зимой, но совсем нет. Мы прожили в доме уже год. Прошлая зима была достаточно морозная, ну для наших широт. Минус 25 и эта температура держалась какое-то время. И здесь было очень комфортно как возле самого витража, так и глубже в помещении. Можно так сказать. Но об этом мы расскажем чуть позже. А сейчас хочется показать самую главную фишку этого витража – форточку. Эта форточка – это одна из самых крутых фишек вообще в этом доме, потому что она вот такая. И это только половина. Можно очень быстро проветривать помещение. Вообще конечно зимой мы ее не открываем, только для вас. Но летом это прекрасное изобретение. Когда у нас много друзей, мы открываем этот портал. Такое единое пространство с садом, с газоном, с природой. Вот здесь можно сидеть на стульчиках или креслах-мешках и в общем обалдеть. Эти вот моменты одни из самых запоминающихся и крутых. Ну и плюс это очень практично. Можно что-нибудь занести или вынести. Да сюда можно на машине заехать на самом деле. А можно еще на дроне пролетать насквозь. Тоже прикольно. Снаружи может показаться, что там скрывается единое большое пространство – второй свет. Но нет. У нас был такой выбор, мы решили по-другому. Мы расскажем чуть позже об этом. Но здесь два этажа. Сверху – кабинет. Снизу – пространство первого этажа. А вот эта полоска – это крашеное стекло. И оно закрывает перекрытие. Такая небольшая хитрость. Но снаружи визуально кажется, что это единое большое помещение. Так прикольнее. Но все же большая часть нашего фасада сделана из металла. Как и вся крыша на самом деле. И это обычный профнастил. Из него еще часто делают заборы. Но на наш взгляд, из него лучше делать фасад. Домик у нас будет немножко выделяться на фоне всех остальных, скорее всего. Потому что он будет полностью вот такой вот черный. И крыша, и фасад. Ну, дешево и круто. Кстати, да. На этапе реализации, когда мы выбирали материал для отделки стен, у нас было несколько вариантов. Мы даже думали про большой формат керамогранита, про фальц. Но в итоге мы остановились именно на металлопрофиле. В нашем случае это металлопрофиль в покрытии Purman. Это максимально было такое хорошее покрытие, которое мы нашли. Высота волны 45, если я не ошибаюсь. Вот. Это цвет 9005, черный. И он такой не совсем глянцевый. Он такой полуматовый. Это было важно для нас. Мы очень долго пытались найти именно в таком исполнении. Почему все-таки металлопрофиль? Ну, во-первых, он легок в монтаже. Ну, если не считать, конечно, узлов. Но, в целом, это довольно простая технология. Его легко крепить, легко снимать при необходимости. И, опять же, мы вернулись к исландским нашим путешествиям. И еще в 2017 году, когда мы там были, то меня очень удивило, что практически все фасады, если они не деревянные, то они сделаны из металлопрофиля. Недорогой материал, очень практичный. Для каркасных домов практически идеален. Почему? Вот эта волна, она создает дополнительную еще вентиляцию для того, чтобы каркас постоянно проветривался. Во-вторых, вот именно эта форма, это хорошая ветрозащита, что немаловажно в той же Исландии, но и в Беларуси на самом деле тоже. И вот тот эффект, которого мы достигли, облицевав фасад именно металлопрофилем, мне лично очень нравится. Вот этот ритм вертикальный, такая немножко его брутальность и жесткость. Мне кажется, что нашему дому он просто идеально подходит, и нам в том числе. Вот мы очень органично себя чувствуем рядом с ним. Но при строительстве возникла одна большая проблема. На самом деле, очень мало готовых решений и узлов. Этот дом по индивидуальному проекту, и если еще можно найти строителей, которые хорошо согнут эти детали, то вот найти готовое решение, как они должны выглядеть, как они должны стыковаться между собой, такого очень мало. По крайней мере, у нас. И это все пришлось конструировать самостоятельно. Олеська вместе с нашей бригадой строителей замечательных разрабатывали каждый узел, чтобы это все выглядело очень аккуратненько, красивенько, чтобы ничего не торчало, и все было замечательно. Но самой большой проблемой здесь стала водосточка. А суть в том, что нам пришлось самим с бригадой, которая зашивала нам этот дом, придумывать, как решить вопрос водосточки. И в целом все получилось. Мы специально гнули под наши размеры металл, металлические такие жалоба, короба, я не знаю, как они правильно называются. Но они достаточно широкие, могут поглощать большой объем воды. Снизу их вообще не видно, но они тут есть. Сама труба, по которой уходит вода, она тоже скрыта. Она вот здесь вот по углам расположена. И проблемой было сконструировать этот узел, чтобы ничего не протекало, все было очень красиво. И этот узел мы тоже разрабатывали сами. Короче, получилось хорошо. Нет, даже очень хорошо. Все работает. Но еще законченный вид всей этой красоте придают вот эти снегозадержатели. На самом деле без них как-то было даже чуть-чуть не то. Такие элементы, они улучшают внешний вид. На некоторых домах. Да. И еще один материал нашего фасада – это дерево. Планкен из лиственницы. Наверное, сейчас бы мы уже не потянули такое решение, потому что это дерево мы покупали в девятнадцатом году. С тех пор цены сильно изменились. И это просто космос сейчас стоит. И самый частый вопрос, который нам пишут про наш фасад – это чем мы покрывали нашу лиственницу. Ответ простой – ничем. И невероятное достоинство этого дерева – лиственницы – это то, что его можно ничем не покрывать. Дело в том, что при старении лиственница сереет и становится такой блеклой, серенькой, что очень круто выглядит на самом деле. И Олеське очень нравится такое решение. Она ждет, когда оно посереет. А вот я, я пока сомневаюсь, потому что мне нравится вот этот вот желтенький цвет. И тут мы еще не пришли к общему согласию на самом деле. Нет, я не против серого цвета. Я понимаю, что для такой архитектуры, для этого нашего скандинавского барнхауса очень круто подходит серенький цвет. Меня больше смущает вот этот вот период неопределенности, так скажем, когда дерево еще не серое, но уже и не желтенькое. Кстати, если посмотреть на террасу, то она уже стала практически серая, даже полностью серая. Это за счет того, что на нее попадает много осадков. В общем, процесс перехода в серый цвет происходит гораздо быстрее. Но вот на фасаде вертикальном это может занимать несколько лет, два-три года. Вот сейчас ему уже два. Да, два года. И он еще желтенький. Да, на самом деле пропитка или точнее не пропитка нашей лиственницы, это был, наверное, единственный камень предкновения у нас с фасадиком, объяснил свою позицию. На самом деле я тоже не против того, чтобы покрыть лиственницу какой-то пропиткой или маслом. Но в чем я вижу преимущество оставить ее так, как есть. Во-первых, это то, что ее не нужно просто покрывать каждый год. Она посереет, и все-таки у нас площади планкена довольно большие, и каждый раз обновление это лишние затраты времени и денег, конечно же. Но при этом мне очень нравится эстетика именно посеревшей лиственницы. Опять же, она будет настолько органично смотреться в наших белорусских серых просторах. Вот. Мне нравится текстура, нравится, как она, естественно, стареет. И мне даже, если честно, нравится вот этот период ее такой непонятный, грязноватый. Что-то в этом есть. К тому же у нее очень благородный такой серый оттенок. Она немножко с таким сизым налетом. Ну, я, конечно, за то, чтобы ее так оставить. Но есть у нас один план, как можно решить эту проблему. Дело в том, что сейчас очень много разных пропиток, масел с очень хорошим натуральным серым цветом. Возможно, мы возьмем что-то подобное и покроем все на один раз. Под ним дерево постепенно будет сереть. И в этом случае все будет выглядеть гораздо аккуратнее. И даже если со временем масло сотрется или эффект пропадет, то все уже будет серенькое и однородное. В общем, такой у нас есть план. Но мы еще решаем. Для того, чтобы крепить наш планкен к стене, мы используем крепление гвоздек. Достаточно надежное, выглядит хорошо, но и трудоемкое тоже. Дело в том, что для того, чтобы закрепить это все этим гвоздеком, нужно просто тысячи шурупов. Реально тысячи. Я не знаю, сколько здесь уже ушло. 15-20 тысяч шурупов. Короче, это лиственница. И нужно учитывать такой момент. Это очень жесткий материал. И лиственницу очень серьезно крутит. Гораздо больше, чем другие породы дерева. Вырывает шляпки, ломает шурупы обычные. В общем, это нужно учитывать. И для того, чтобы крепить планкен, нужно выбирать какие-то проверенные, специально предназначенные для этого крепления. Наши ребята, которые крутили эту лиственницу, потом жаловались, что им снились шурупы и шуруповерт. В общем, этот процесс не быстрый. Реально, ребята у нас тут подзастряли немножко над этим планкеном. Но они очень стараются и делают шикарно просто. Все подгоняют. Вся подрезочка просто идеальная. Где нужно 45, где нужно... Сколько нужно, короче, столько и делают. В общем, смотрится все очень шикарно. И еще один важный момент. Мы сами до этого не додумались, но нам посоветовали, и мы это сделали. В общем, москитная сетка между стеной и планкеном. Очень недорогое и простое решение, но она классно защищает от проникновения туда всяких жуков и особенно ос. Всякие осиные гнезда, это как бы не очень прикольно на самом деле. И вот это решение в целом защищает наш фасадик. Сорт лиственницы у нас С. Это гораздо дешевле, чем А и Б, или тем более элит. И хотя с сортом С есть какое-то количество отходов, ну небольшое, кстати, нам очень нравятся всякие сучки и всякие штуковины, вот такие другие признаки настоящего дерева. Это клево смотрится. Мы очень рады, как все получилось. Еще к нашему дому прилегает большая терраса. Она реально большая, больше 130, по-моему, квадратов, если я не ошибаюсь. Вот. Она тоже выполнена из лиственницы, и этот проект делали мы сами. Вот такое решение. Это, кстати, здесь спрятана водосточка, но оно возникло потому, что просто у поставщика были только такие доски, не было таких брусков больших. Вот. И родилось такое решение. Вот. Но мне оно очень нравится, потому что в нем получилось еще спрятать водосточку. Здесь вильвет крупный. Опять же, для того, чтобы поддержать вот эти линии на фасаде. У нас несколько зон террасы. Это открытая часть напротив фасада для того, чтобы, когда форточка наша открывается, можно было выходить и наслаждаться солнышком. Есть закрытая часть от дождя, хотя она довольно высокая, но, в принципе, от несильного ливня она защищает. Тоже классная тема. Здесь у нас будет стоять столик, стулья, все как положено. Есть еще небольшая терраса у входной зоны. Вот. То есть, это такое крыльцо и такая маленькая узенькая терраска возле гостевой комнаты, чтобы наши гости могли полностью наслаждаться пребыванием у нас дома. Вот здесь будет стоять такой микро столик. Два микро стульчика для того, чтобы гости могли утречком сами выйти с кофейком и вот на своей персональной терраске посмотреть на лес. Одна из тех вещей, к которым мы уделяли очень много внимания, это то, как расположить дом на участке. Потому что, на самом деле, от этого зависит очень много. Сколько света будет поступать, как он будет выглядеть и, в принципе, будет ли в нем даже тепло или холодно. Поэтому мы изучили розу ветров нашего региона, учли особенности. В принципе, мы обращали на них внимание, когда еще даже искали участок. Это то, что наш лес расположен с северной и с северо-западной стороны, а в Беларуси это как раз те направления, откуда идут холодные ветра. Поэтому наш стеклянный фасад расположен не напротив леса, а напротив именно нашего сада. Это юго-юго-восток, что позволяет получать все солнце зимой, но под небольшим углом летом для того, чтобы не так все парило. И наша терраса. Она расположена в этом уголке не просто так, а как раз для того, чтобы летом, когда высокое солнце только уходит за полдень, вот, там уже образуется небольшая тень от основного объема дома. Поэтому уже часа в три там вполне реально сидеть, очень комфортно. С другой стороны лес, пение птиц. А, например, ранней весной или осенью, когда солнце уже ниже, то оно все равно всегда освещено, и там очень приятно находиться. И еще важным моментом в расположении дома на участке было то, что он стоит как бы вначале, ближе к входной группе. Это, собственно, для того, чтобы создать здесь такое немножко уютное закрытое пространство. И таким образом, основная территория нашего участка, она является нашим садом. На него как раз открывается вид из нашего панорамного окна, вот, что в целом очень классно. И участок становится не зоной вокруг дома, а полноценным садом, довольно большим. Еще один нюанс – это то, что наш участок с таким уклоном идет к лесу, что очень круто для дренажа. И в то же время, так как входная группа у нас находится в нижней части участка, то, когда ты стоишь за забором, дом кажется больше, неприступнее, можно так сказать, там еще глухой забор. Это мы так намекаем, что не очень любим непрошенных гостей. А вот со стороны дома как раз он такой заземленный. Наша терраса вплотную практически 30 минимальных сантиметров и сразу же выход на газончик. Он не смотрится таким громоздким, а более уютным и открытым. Вообще, я очень люблю наш сад. Мы этот участок выбирали именно потому, что здесь очень много уже было растущих деревьев, например, наши огромные сосны. Тут еще орешник есть. Старались сохранить максимально все, что было возможно. Собственно, это основная концепция нашего ландшафтного дизайна – это такой лесной сад с некоторыми оккультуренными зонами. Но про ландшафт у нас уже был очень большой выпуск, вы можете посмотреть его на канале. С тех пор не так много чего изменилось, но, наверное, следующий выпуск лучше снимать летом, потому что сейчас вы можете только наблюдать зимнюю красоту нашего сада. А тот выпуск обязательно посмотрите, там все очень подробно рассказано. Так круто гулять по газону! Отдельная тема – это забор. В выпуске про ландшафт мы рассказывали обо всем, но вот тему забора не затронули. Так как с этой стороны лес, мы не хотели сплошной забор. Да и вообще, надо сказать, что нам не очень нравится забор. Но реальность такова, что рядом лес, приходят разные животные, здесь есть лисы, даже кабаны. Про зайцев я вообще молчу. Плюс никто не отменял разных собак, бездомных и на самовыгуле типа. Поэтому какая-то изгородь или какой-то забор все-таки нужен. И мы выбрали обычную евросетку. Так, наверное, называется. Это очень простой забор, недорогой, но в то же время очень клево выглядит. Она у нас тоже такая темненькая, под цвет дома, чтобы все сочеталось. Плюс к этому с этой стороны мы посадили елочки, они со временем подрастут и станут такой живой изгородью. Если их подрезать, они вообще будут очень густые. И плюс в том, что когда находишься во дворе, забора практически не видно. Это как будто единение с лесом. Нам это очень нравится. Со стороны соседей они у нас с двух сторон ярко выражены. Мы делаем деревянный забор, тоже из лиственницы, которая у нас еще осталась. Кстати, это хорошо, учитывая цены. И это для того, чтобы создать какой-то уют и уединенность все-таки на заднем дворике, на своем газоне, который перед витражом. Ну а входная группа более глухая получилась. Это достаточно тоже простое решение. Забор жалюзи, по-моему, называется. Такие скошенные планки, которые идут горизонтально и очень сочетаются с домом тоже по цвету и по ритму. Нас сначала смущало, что у нас будет забор трех видов, но с другой стороны участок большой. Эти зоны, они как-то отделены друг от друга, поэтому все смотрится гармонично и, ну, прикольно. Но все-таки входную группу хотелось сделать менее прозрачной, скажем так. Отдельная история с калиткой. Это ее не завершенный вид. В том же видосе про ландшафт мы рассказывали примерно, как это должно выглядеть. Вообще, эта калитка тоже авторская разработка. Здесь должна получиться такая арка, и это все будет зашиваться деревом или обшиваться, как правильно сказать. Но я не добрался еще до этого момента. Должно получиться клево. По крайней мере, идея прикольная. Ну, а как получится, мы еще не знаем. Но если все будет, как мы планировали, это тоже будет хорошее сочетание, как и на доме есть металл, есть дерево, также и на заборе есть его металлическая часть, а здесь такая деревянная, деревянный портал, который приглашает тебя пройти в дом. Собственно говоря, я вас приглашаю пройти в дом и посмотреть, что внутри. Как мы говорили, проект нашего дома делала Олеська. Но это была совсем не самодеятельность. Олеська профессиональный дизайнер интерьеров с более чем десятилетним опытом. И ее знания нам очень пригодились в постройке дома. Как вы понимаете, дизайнер интерьеров создает не просто красивую картинку. Хороший дизайнер работает с пространством, создает уникальную функциональную среду. Это захватывающая профессия и стоит того. Даже начинающие специалисты получают достойный заработок. А доход дизайнера растет вместе с его умениями. И там нет верхней планки. И отличный вариант начать свой путь в дизайне это онлайн-школа Contented. Очень здорово, что вся информация на курсе школы структурирована, а преподают в ней практикующие дизайнеры, которые делятся своим многолетним опытом. На курсе дизайнер жилых и коммерческих интерьеров, который длится, кстати, полноценных 18 месяцев, вы будете практиковаться на задачах от реальных клиентов. Научитесь создавать авторские интерьеры жилых и коммерческих пространств, а на все время обучения получите программы ArchiCAD и 3D Max в подарок. Изучите историю интерьерного дизайна, колористику, эргономику, планирование инженерных коммуникаций, работу с подрядчиками и другие действительно важные вещи. А по итогу обучения вы добавите в портфолио 5 различных проектов. Становитесь дизайнером интерьеров и делайте мир вокруг чуть-чуть прекрасней. Плюс по нашему промокоду K вы получите скидку. Чем не повод начать уже сегодня? Внутри, с последнего рум-тура, который был примерно год назад, изменилось не так много всего. И перед тем, как мы приступим к обзору дома, нужно сказать, что здесь еще не все готово. Точнее как, сделана отделка, вся плитка, покраска, вот это вот все, все готово. Подолки готовы, все. Но не завершено, наверное, самое интересное. Это интерьер. Мебель, которую вы здесь увидите, она здесь не должна быть, в принципе. Она приехала еще с нашей старой квартиры, она здесь временно проживает. Какие-то вещи мы уже приобрели, они будут здесь постоянно, и мы об этом скажем. Но многого еще нет. Там плентусов, мои временные двери из фанеры, которые я сделал, когда мы сюда переезжали, они так и остались тут. Ничего нет более постоянного, чем временное, да? Нет многих светильников еще. Ну, в общем, мы ждем, не дождемся, когда вернемся сюда и завершим вот этот самый интересный такой момент оформления, скажем так, всего дома. Будут висеть всякие фотографии, рамочки и вот это вот все. А я этого очень жду, на самом деле. Поэтому основное, о чем мы будем разговаривать внутри дома, это про общую концепцию. Почему именно так? Почему черный цвет, например? И, в принципе, какая была идея. Но так как это в основном идея Олеськи, поэтому она должна быть здесь вместо меня. Так что, Олеська, давай меняться, как бы. И еще раз всем привет! Вернемся к тому, что каждый дом, он круто, когда он сделан конкретно под вас, под вашу семью. Мы постарались это сделать и, конечно, решения, которые мы принимали, они в первую очередь подходят нам. Нам было очень важно, чтобы у нас получились большие, просторные, общее пространство, но при этом такие камерные, личные. Поэтому первый этаж — это практически одно помещение, за исключением гостевой и гостевого санузла. Вот это все единое пространство с кухней и гостевой комнаты. Если говорить про общий стиль интерьера, который, конечно же, еще не до конца у нас сформирован, есть только какие-то его наброски, то это не лофт, это не минимализм. Нам очень нравится совмещение современного с более классическим. У нас много винтажных вещей, которые мы ищем везде, где только можно, но при этом много и чего-то нового и современного. И как раз это сочетание, оно, наверное, очень отражает нас, любителей, с одной стороны, традиций, с другой стороны, постоянных приключений, которые мы у себя находим. Даже в этом интерьер является таким нашим отражением. В этом помещении, конечно, самая главная фишка — это наш огромный витраж. Конечно, называть его витражом — это не совсем корректно, это как бы панорамное остекление, но как-то слово витраж у нас привязалось, и вот с тех пор мы его постоянно так называем. Вадик рассказывал, что эта дверь раздвигается. Здесь, получается, у нас проем 4 метра. Оно как раз для того, чтобы пространство внутри, пространство снаружи, оно было единое, между ними не было такой явной границы. Как бы природа вокруг, она оказалась как будто бы частью того, что происходит в доме. Этот эффект очень нравится, и его получилось хорошо реализовать. Благодаря тому, что наш дом немножко в низине, и там забор и сосны, нас, на самом деле, на первом этаже здесь практически не видно, даже вечером. Но все же иногда хочется закрыть окно, чтобы не быть совсем как на витрине. Вот, для этого у нас установлены автоматически рольшторы. Ими можно управлять как по отдельности, так и всеми сразу. Ну, вот так. Они тоже включены в систему умного дома и могут, смогут потом настраиваться, например, на время суток. На самом деле, я бы вообще оставила это окно без штор. Я их не очень люблю. Вот. Но, как компромиссное такое решение, очень хорошо работают. Мне нравится, что они скручиваются вот в такой минимальный рулончик. В закрытом состоянии такое ощущение, что их и правда нет. Так как от этого большого витража поступает очень много света, то была задача еще сделать само помещение более уютным и таким приятным. Для этого как раз наши стены и выполнены в черном цвете. Если бы стены были белыми, это было бы слишком разбросанное, слишком такое не собранное пространство. А в этом случае черные стены создают коридор, который еще больше усиливает вот этот эффект единения с природой, но при этом дают такой приятный глубокий фон для всего остального. Хотя, вот, противоположно нашему витражу, есть белая стена. Собственно, белая она как раз для того, чтобы отражать поток света от окна и чтобы помещение не было мрачным и темным, а делают его таким конкретно светлым. Нам не хотелось, чтобы кухня была какой-то такой яркой и много берущей на себя внимание, поэтому она больше выглядит как мебель и не сильно выделяется в самом помещении. Здесь нету верхних шкафчиков, я их не люблю и вообще не люблю очень много визуального шума, поэтому у меня есть чудо-помещение-кладовка. Я могу о нем рассказывать вечно, но не буду. Тут все удобно и тут прячутся страшные вещи, такие как холодильник. Опять же, все видно, но при этом можно легко закрыть дверь и ничего нет. Кухню мы заказывали в Икеа и собирал ее Вадик. Об этом тоже есть отдельное очень клевое видео, там как Вадик ее собирает и много-много других подробностей. Очень классное видео, обязательно посмотрите. Забыли сказать очень важный момент. Площадь дома. Площадь дома 220 квадратных метров, жилой, плюс еще около 50 метров гараж. Да, гараж у нас большой, это была мечта. С прошлого рум-тура в доме появилось несколько вещей, которые останутся здесь уже навсегда. И вот один из них это наш чудесный стол. Это стол 19 века, сделанный в Германии. Он еще раскладывается, это полностью дуб, ручная работа. В общем, штука просто очень крутая. Он еще нуждается в реставрации, мы не успели ее сделать. И как вы видите, все, что стоит вокруг, все стулья, камейка вообще из террасного гарнитура. Этот стульчик венский подогнали нам друзья. Это все будет меняться, но сам стол после реставрации, он здесь будет просто принимать кучу друзей. Стол 19 века из Германии резной работы звучит слишком круто, но на самом деле таких изделий выпускалось довольно много, поэтому в цене они не такие космические. В Германии, опять же, такой стол можно купить там за 100 евро, за 50 даже евро я находила. Вот. У нас, конечно, стоит дороже, но в целом мы нашли здесь фирму, которая привозит такие изделия бушные, прикольные, и мы выбрали и купили. Нам нравится вписывать такие штуки в наш интерьер, кроме этого стола. У нас еще есть винтажный диванчик на втором этаже, какой-то декор, и мы не планируем на этом останавливаться. Сразу можно понять, как круто, когда дома есть камин. Мы очень довольны этим камином конкретно. Это скан 83, датский производитель, и все в нем прекрасно. Нет ни запаха, ни дыма, все работает идеально, пламя красивое. Цена не очень, но столько радостных и теплых моментов, которые он нам подарил, это просто, в принципе, невозможно оценить. Реально очень классная вещь. Мы много-много разных вариантов смотрели перед тем, как остановиться именно на этой модели, и рады, что выбрали закрытый камин, выбрали именно эту модель. Она идеально вписывается в наше пространство, смотрится соразмерно, но при этом не занимает много места, очень удобно. Вот, поэтому красота. Рекомендуем. Вот теориально много появилось в нашем доме, так это растений. Они сейчас все стоят здесь, в основном, для того, чтобы нашим друзьям было удобно за ними ухаживать, но они еще и по всему дому там раскиданы. Я покупаю их не в магазинах, а по частным объявлениям, потому что особенно большие цветы, иногда они настолько вырастают, например, люди живут в квартире, и уже расти как бы некуда, они их продают. Это всегда и дешевле, и, в принципе, как правило, за ними дома хорошо ухаживают, они не стоят там в неизвестно каких условиях. Например, вот эту монстеру Вадик вез сам на машине, это было очень весело, потому что она, как вы видите, больше двух метров высотой. Как он ее вместил, я до сих пор, если честно, не знаю. Любименький, я скоро буду за вами ухаживать. Ждите. Но есть одна вещь, которую не видели не только вы, но и мы совсем недавно увидели. Это панели на стенах. Их завершали уже тогда, когда мы уехали, вот, поэтому для нас было очень волнительно, получилась ли задумка. Это та же фанера. В этой части она полностью окрашена в черный, такой же, как цвет стен, а в зоне прихожей оставлен натуральный цвет и просто покрыт маслом. Кстати, здесь, вот, смотрите, дверь в котельную, как бы нет, а вот она, оказывается, есть. Вентиляционная решетка тоже здесь замаскирована, то есть это просто прорези в фанере. Точно так же решена и в зоне гостиной. Возле нашей лестницы здесь вот есть между панелями небольшой зазор. Здесь будет светодиодная лента, которая будет, собственно, освещением лестницы. И мне очень нравится, как теперь смотрится лестница, закончена. Еще есть, был такой нюанс у нас с покраской. Так как это латексная краска, то ее невозможно было выкрасить прям одним, скажем так, махом на всю высоту, то есть 7,5 метров. Какой-то, какой-то должен был быть стык, чтобы она смотрелась более-менее нормально. По крайней мере, так нам говорили наши отделочники. И этот шов, он меня ужасно раздражал постоянно. Но теперь, вот, как раз на этом стыке проходят вот эти панели, то есть они там заканчиваются. И пролет стал выглядеть очень круто, закончено и интересно. Вот в этой части, где мы оставили светлые панели, они больше для того, чтобы, опять же, отражать свет. И так как здесь нету окон, кроме окна в двери, это была довольно темная часть. И для того, чтобы ее высветлить, панели остались светлые. Вот, и они переходят плавно в шкаф. Вообще, вот это шкаф нашей прихожей. Там еще нету ничего внутри, это только его каркас, все механизмы он будет дальше. Но это тоже момент, над которым пришлось заморочиться. Почему? Потому что, на самом деле, вот эти дверцы, они сделаны не из фанеры. Это ДСП, шпонированное березой, вот, березовым шпоном. Вот, для того, чтобы их не вело, не качало, так как высота довольно большая. Осталось только плинтус сделать, пока еще немножечко там внизу какая-то трешатинка. Вот, но очень классно вышло. Часто, когда к нам приходят, обращают внимание на наши оригинальные двери. Говорят, ну, прикольные у вас двери. И это так, потому что лист влагостойкой фанеры, ручки от старой кухни и непревзойденная классика – крючок для того, чтобы остаться наедине с белым другом. Конечно, эти двери временные. Их сделал когда-то Вадик перед тем, как мы въехали только, кстати, на первый этаж еще. Ну, а это, собственно, наш гостевой санузел или санузел первого этажа. Часть стен здесь окрашены, часть облицованы плиткой. Но это тоже еще не все. Этот санузел будет декорироваться, будет прикольным. Есть несколько классных идей, таких неординарных немножко решений, но это уже лучше видеть по очереди. Кстати, зеркальце очень неплохое. Вообще-то, не то, чтобы я была от него сильно в восторге. Для меня оно такое немножко избитое решение. Но в нем ты красивый. Это то зеркало, в которое ты так смотришь и так... Ты себе нравишься. Ты себе нравишься? Ну, в целом, неплохо, мне кажется. Ну, да. Наша гостевая, она временно исполняющая обязанности гардероба. Поэтому здесь еще стоит вешалка. Наша галошница или как там там правильно называется. Но в будущем здесь будет стоять диван, раскладывающийся комодик, специальная вешалочка для гостей. Но самое главное достоинство этой комнаты – это вид из окна на лес, на сад со злаковыми сумахами, наверное, во все времена года будут красивыми. Плюс это окно, оно же и дверь. В принципе, гости могут утром выйти и на свою такую маленькую персональную террасу посидеть, подышать свежим воздухом. Вот. Наверное, нужно кофеварку здесь тоже персональную поставить, да? Будет круто. Место под лестницу и вот эту развязку второго этажа – это был как раз тот узел, над которым я думала больше всего. У нас в итоге получился открытый лестничный проем и такая прямоугольная площадка, с которой, в принципе, можно расходиться в любую сторону. Здесь очень много преимуществ. Во-первых, занимая относительно небольшую площадь, это пространство кажется очень объемным за счет высоты потолков, потому что именно здесь мы не подшивали потолок. Он во всю свою высоту остался, даже балка вот осталась коньковая. Еще один момент, который поможет не замыкать это пространство, не делать его таким темным углом, который, к сожалению, часто так получается, это стеклянная стена, которая появится здесь. Сейчас ее нету, но, по сути, мало что изменится. Здесь будет стеклянная перегородка для звукоизоляции кабинета, но свет, который падает от витража, он проникает и на лестничный проем, и на всю вот эту вот площадку второго этажа. Кстати, именно внутренняя планировка определила финальную форму дома, то есть такую Т-образную. Она показалась мне наиболее здесь удобной и практичной, учитывая, сколько и каких помещений нам нужно было. Мы действительно можем сказать, что наш проект получился удачным. Во многом, потому что это было не что-то самодельное, а им занимался профессионал. У Олеськи большой талант в этом деле. И этот проект не просто абстрактный, но он реализован, обкатан, можно так сказать. Мы прожили в доме уже какое-то время и понимаем, что для нас все наши решения были весьма удачными. И нас достаточно часто спрашивают по поводу проекта, как его можно приобрести. И действительно, в проект было вложено много труда, и он не будет в свободном доступе. Но, если вам он понравился, и он вас устраивает, мы можем предложить его вам для покупки. Для этого вам нужно написать нам напрямую на эту почту. Мы вышлем вам все условия, и если вас все устроит, проект будет ваш. Поэтому пишите с удовольствием по сотрудничеям. Значит, на этой площадке, поднимаясь, мы можем сразу перейти в нашу спальню. Это постирочная. Дальше идет детский санузел или санузел второго этажа. Как бы здесь он располагается максимально близко к кабинету, потому что, опять же, в кабинете мы работаем постоянно, так как работаем дома. Когда санузел близко, это удобно. Постирочная всегда должна полагаться на том этаже, на котором вы живете, и, собственно, на котором вы переодеваетесь. Чтобы не таскать одежду вниз, сверху и так далее. То есть, это очень удобно иметь ее на том же этаже. Есть еще одна дверь, она как раз вот за камерой. Это дверь в так называемое детское крыло. Это комплекс помещений, две детские, игровая, но туда мы пройдем чуть-чуть позже. Кабинет оккупировал Вадик, поэтому он про него расскажет. А я вам покажу туалет второго этажа. Здесь у нас тоже дизайнерские временные двери, хотя мне они нравятся. Кстати, мы их сделали здесь именно светлыми, а не черными, как на первом этаже. Это именно для того, чтобы прикинуть, какие двери в итоге мы хотим. Контрастные или, наоборот, в тон. Но они тоже из фанеры, тоже ручка, и там тоже есть модный крючок. Особо ничего не изменилось. Мы о нем подробно рассказывали в предыдущем рум-туре, поэтому, если вам будет интересно, посмотрите. Но вкратце скажу, что это занузел для детей. Здесь довольно много места для того, чтобы они вдвоем утром могли почистить зубы и не подраться. Здесь будут еще для них какие-то ящички для личных вещей. Это гидромассажная ванна. Ну, ей пользуемся мы все периодически. Да, пока здесь все голое, даже эхо, наверное, такое слышно. Но не будем особо на нем заострять внимание. Пойдем дальше в кладовку. Наша кладовка выглядит как кладовка. По сути, здесь сложено все, что потом распределится по дому. Там вот коробки с декором, которые мы привезли. Есть какие-то вещи, которые нужно отдать. Но в целом у нас дома две кладовки. Одна на первом этаже, одна на втором. И это не просто так. Я вообще не люблю много визуального шума, поэтому для меня идеально. Это как раз такая комната, в которой можно все удобно сразу видеть. Но при этом ее можно просто закрыть, эту комнату. И доступ к ней имею только я, а не кто-то другой. Теперь, конечно, и вы знаете, что здесь творится. Ну и ладно. Еще одной важной штукой в кладовке является вот этот вот слив. Вот. Он для экстренных ситуаций. Если вдруг с машинкой что-то случится, и вода разольется, то она нас спасет. Кстати, у нас уже даже была такая ситуация. Небольшая пошла пена, когда там забился какой-то фильтр. И все отлично. Эта маленькая лужица вполне себе спокойно утекла. Даже не сразу заметила, что это произошло. Вы ничего не видите теперь. Ну а теперь пройдемте в наше уютное гнездышко. Наша спальня. Как я и говорила, одной из идей было сделать большими общественное пространство, а личное пространство более камерными. Это работает, конечно же, в первую очередь с нашей спальней. На самом деле, хотя помещение может казаться небольшим, но, во-первых, это комплекс помещений. Во-вторых, здесь почти 10 квадратов. За счет еще высоты потолков, так как мы, опять же, не подшивали вот этот перепад, наш скос, с самой высокой точки он достигает 4,5 метров. Здесь располагается, будет располагаться наша кровать, пока это просто матрас. Кровать, кстати, наша тоже приехала спустя 7 месяцев, по-моему, вот, после заказа, но все-таки доехала, но мы ее не собирали еще. Здесь еще разместятся какие-то тумбочки прикроватные, возможно, какое-то кресло. Ну и, по сути, это все, что будет находиться именно в зоне отдыха. Батарея, которая у нас здесь есть, является тоже такой частью, как декора. Вот эти серебренькие шурупики мы, наверное, подкрасим, чтобы они здесь не блестели, но, в целом, мне очень нравится. Как видите, стены здесь не чисто черные, ну, потому что вот батарея черная, отличается цвет, вот, оно такое серо-с голубым, с голубым зеленым оттенком, очень приятный. Также мы здесь на окнах не хотели никакие шторы, я не люблю. Для меня это такой пылесборник, особенно в маленьком помещении, поэтому здесь у нас есть жалюзи. Закатнее солнце как раз оттуда проникает в комнату, и вот эти жалюзи дают такой очень крутой свет интересный. Ну, по большому счету, в этой зоне пока все. Опять же, как мы и говорили, все в процессе, я бы даже сказала, на начальной стадии, вот, поэтому пройдем дальше. Это наша гардеробная, у нас не так много вещей, как бы, казалось бы, вот, и не хотелось отводить очень большое помещение именно под гардеробную, поэтому такое решение, как проходная гардеробная, вот, мне показалось практически идеальным. Здесь будут вещи Вадика, тут мои вещи, ну, например, или наоборот. Вот, гардеробная уже, в принципе, разработана, но не реализована. Ну, наверное, это все, что я могу сейчас сказать про гардеробную. Ну, единственный такой момент, да, что все эти помещения, они будут изолироваться, то есть здесь будут двери, здесь будут двери, мы еще смотрим различные механизмы, есть несколько вариаций, или это будет раздвижными дверями, или это будут гармошка двери, но есть пару прикольных идей, я думаю, что мы реализуем это. Теперь можем пройти в ванную. Добро пожаловать в идеальную ванную. Да, наверное, это не скромно, но для меня лично это идеальная ванная. Во-первых, здесь очень клевая душевая с тропическим вот этим ливнем. Здесь будет еще перегородка стеклянная, но вот выглядит, как будто бы ты купаешься в какой-то пещере. Ну и в первую очередь это, конечно, моя любимая ванная отдельно стоящая. Она очень удобная. Мы долго искали модель, которая будет, с одной стороны, удобной, выполненная именно из искусственного камня, вот, не из акрила, ну и по приемлемой цене. Я очень ей довольна, она на самом деле эргономичная, хорошо держит тепло, в общем, ванна клевая. Но она бы не была такой классной, если бы здесь не было его окна. Потому что соль это отдельно стоящие ванны именно в том, что когда ты в ней лежишь, ты смотришь в окошечко и видишь там лес, и казалось бы, как это я заложу в ванную перед окошечком. Но есть хитрость. Хитрость заключается вот в этом пультике, который лежит вот на этом столике. Та-дам! Ну, не очень быстро, да, но работает. Короче, жалюзи можно обыскать, поднимать прямо во время того, как ты принимаешь ванну. Можно регулировать положение ламелей, что очень классно. Я не знаю, что еще больше может релаксировать, как вот эти ванные процедуры. Я думаю, что вы заметили, что все эти три помещения выкрашены в один цвет, потому что, как я и говорила, это комплекс именно помещений. И это на самом деле очень классно. То, что редко можно позволить себе, там, живя в квартире, это иметь свою личную ванную, в которой нет для кого доступа, гардеробную, спальное место. Ну, это очень классно. Это такой отдельный мир, куда ты просто после тяжелого рабочего дня закрываешь двери, и вот тут твой такой космос. Это, как бы, еще одна из наших таких мечт и пожеланий, которые были к дому, которые, собственно, удалось реализовать. Итак, детское крыло, как мы его называем. Это комплекс, опять же, помещений. Это две детские и одна игровая. Кстати, эта игровая потенциально может стать еще одной комнатой. Мало ли, что случается. Гости, например, приедут много человек. Здесь ставится туда перегородка. Здесь перегородка, еще одни двери, и это полноценная еще одна комната. Я знаю, что у многих возникают сомнения, делают ли такие, там, большие детские комнаты, или, там, каждому по комнате, когда они строят дом. Но мне кажется, очень классно, когда у детей есть такая возможность иметь свою комнату, распоряжаться ей, как они хотят. Собственно, что мы и хотели разрешать нашим детям. Все это крыло, когда здесь поставится дверь, оно будет относительно изолировано. Здесь они могут придумывать, решать, как оформлять ее, какие-то фишечки делать. Они этим и занимаются. Вот здесь, например, Стефан уже написал, что это его комната, Стеф. Вот, да. Такое клевое игровое пространство, которое можно использовать, не захламляя свои комнаты. Собственно, в них пройдем. Это комната Стефана. В детских предстоит еще очень много работы. Самой классной штукой, наверное, является это окно. Потрясающий вид на лес. У детей есть свои балкончики, которые, кстати, объединены. Вот, можно выйти, подышать свежим воздухом. Я думаю, что мы здесь тоже повесим какие-то гамаки, чтобы они могли летом наслаждаться свежим воздухом. Хотя эта комната выходит на северо-восток, здесь много света. Это за счет, опять же, большого остекления, за счет мансардового окна. И здесь очень классные рассветы. Рассветное солнце прям забивает. Это комната Сони. И хотя здесь, опять же, кроме кровати пока еще ничего нет, но здесь уже видим такой девчачий налет, ее мольберт, кучу всяких мелочей. Зеркало, естественно, в полный рост. У Сони мансардного окна нет, но есть такое вот классное окно на юго-восток. То есть здесь вообще очень много света. Вот, и оно с видом на сад. Я думаю, что самое важное лично для меня, что получилось реализовать, это была правильная ориентация дома по сторонам света, учитывая наличие помех в виде леса или каких-то высоких растений на участке. И поэтому эти комнаты, они постоянно светлые. Даже в пасмурный день здесь всегда приятно находиться, что все-таки очень важно для детей, учитывая, что они постоянно учатся, какие-то читают, играют, и все это нужно делать при хорошем освещении. Поэтому советую вам не лениться на этапе проектирования и очень хорошо изучить вот этот момент ориентации самого дома на участке. Итак, кабинет. Олеська сказала, что я его оккупировал, но это неправда. Вообще он рассчитан на нас двоих. Просто пока что в нем я в основном. Но вообще кабинет, это была одна из мечт при постройке дома, наряду с гаражом, который мы вам не покажем. У нас там есть гараж, вход в него идет из котельной, и он на две машины, он большой, и я хочу сделать там мастерскую, и вообще у меня много планов. Но до него я пока не добрался, там склад, и не для массового зрителя. Так вот, кабинет это вторая такая мечта. Он с большим окном, с которого виден практически весь участок, потому что, как мы говорили раньше, дом у нас расположен в углу, как бы поэтому весь участок за домом, и как раз вся панорама открывается со второго этажа. И как мы тоже говорили раньше, у нас на первом этаже нет второго света, то есть там закрытое помещение. Но в кабинете, можно сказать, есть второй свет, потому что здесь 4,5 метра витраж. Это просто круто. Одной из таких сложных задач было придумать, как его закрывать, потому что панорама днем это клево, и окна у нас немножко такие зеркалят под углом, поэтому в принципе не видно, что происходит внутри. Но когда здесь вечер, ты чувствуешь себя как на витрине магазина. Поэтому у нас есть такие штуки, которые вот так вот закрываются. Аналогично тому, как Олеська показывала в нашей спальне. Очень прикольная штука, мы это еще не показывали, кстати. Они тоже будут завязаны в умный дом, поэтому это очень клево, если забыл поднять или еще как-нибудь, или лежа в спальне, ты можешь уже открыть окно и выйти из спальни. Надо там кофемашину поставить, кстати, чтобы выходить сразу с кофейком. Ну, в общем, как-то так. С этим прямоугольным витражом еще было понятно, что делать. Всегда возникает вопрос там, где есть скос. Нам предлагали разные варианты, как-то поделить это окно, здесь сделать еще одну перекладину, чтобы здесь жалюзи опускали, здесь они были какими-то такими неподвижными и могли только регулироваться вот эти ламели. В общем, еще какие-то варианты были. Все это хлам. То есть нам это ничего не подошло. Мы долго думали, и здесь пришел на помощь изобретательный ум Олеськи, и у нас появились такие створки. Мы их еще не показывали. Никакой автоматики. Все делается вручную. Здесь есть ручка. Они вот таким вот образом задвигаются. И получается уголок. такой глухой. Мы балдеем от этого решения. Во-первых, в принципе, нам нравится, как это выглядит. Такая деревянная штуковина. Здесь ламили под наклоном, и днем пропускают немного света, и кажется, что оно неплотно закрывает. Но на самом деле вечером с дороги или с участка вообще ничего не видно, что здесь происходит внутри. Мне кажется, это хорошее решение было для того, чтобы полностью изолировать вечером это помещение. Но в сложенном состоянии, это опять происходит все ручками, там колесико. Оно так раз, раздвигается, задвигается. Оно складывается в такую гармошку. Полностью открытое окно днем. Это шикарно. Нету никаких перегородок дополнительных, которые бы разделили окно и испортили весь кайф. В общем, мы тащимся от этих штуковин. Точно такая же с той стороны. Мне кажется, это очень хорошее решение. Под всем витражом здесь есть конвекторы. Практически на всю длину. Они не столько греют, сколько создают тепловую завесу. И зимой очень комфортно стоять возле витража с кофейком, наслаждаться погодой. Как вы заметили, мы очень любим большие пространства. И одно из требований к кабинету, чтобы это не было маленькая коморка какая-то в углу дома, какое-то, знаете, ненужное помещение. О, давайте там сделаем кабинет. Наоборот, это одно из основных, наверное, помещений в доме, потому что мы проводим здесь много времени. Здесь должно быть комфортно, хорошо дышать, мечтать, придумывать, монтировать видосы, в конце концов. Плюс к этому мы работаем вдвоем. И мы очень любим передвигать мебель. Поэтому вот то, что стол там сейчас стоит, есть еще несколько вариантов. Он может стоять вот здесь, допустим. И у нас в полу предназначены специальные лючки, которые так немножко спрятаны. Вот один и второй. Там скрывается по 8 розеток. Интернет, HDMI-кабель, который идет на ту стенку, где должна висеть панель, потом какая-нибудь жидкокристаллическая. Короче, телик какой-нибудь. Это очень удобно. И вообще мы заморочились над розетками в этом доме. Их много, короче. Они в каждом углу. Это для того, чтобы везде можно было подключиться, зарядиться. Допустим, мы съемки часто устраиваем, или работаем с ноутбуком, мы любим передвигаться по дому. Вообще розетки это очень важно. Я ненавижу потом таскаться по дому с удлинителями. Это ужасно. Это так не должно быть вообще. Поэтому розеток у нас много. И это очень удобно. Когда мы начали жить и пользоваться домом, даже еще бы навтыкал куда-нибудь пару штук. Кстати, про диванчик. Это та мебель, которая уже останется в кабинете. Он куплен в том же магазине, в котором мы приобрели стол, о котором говорила Олеська. Это датский диван. Ему лет 30, наверное. А может быть, уже и 40. Но несмотря на это, он в отличном состоянии. У него такая немножко потертая, но приятная кожа. Он суперэргономичный, компактный. И вот прям такой кабинетный диванчик. Кстати, он уже фигурировал как-то в наших видео. Но есть тут небольшая проблема с этим рабочим местом. Иногда, когда приходишь сюда утром с кофейком, чтобы поработать, садишься. И потом ловишь себя на мысли через часа два, что ты просто залипал на лес. Мы, конечно, ждем, не дождемся, когда сможем приступить к завершающей стадии, к интерьеру. Потому что, как вы смогли заметить, это такие пространства на данный момент. полупустые, которые можно оформлять, делать из них конфетку. И это очень интересный, увлекательный процесс, который мы очень ждем и к которому обязательно приступим. Но чуть позже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!